294 года исполнилось Барнаулу. Праздник стартовал в Центральном парке, где собралось свыше десятка диаспор, проживающих на территории краевой столицы. От белорусов до грузин, от армян до украинцев. Гостям не только показывали культурные традиции народов, но и давали попробовать национальную кухню. К примеру, литовцы испекли и показали народный хлеб, который готовят без дрожжей. Он, в общем-то, сделан на ржаной муке. Здесь добавлены и тмин, льняное семечко, подсолнечное семечко. Ну и украшен вот такими узорами красивыми. То есть без этого хлеба мы как бы никогда не обходимся на наших национальных праздниках. Гостями фестиваля национальных культур стали и глава города, и председатель городской думы. Несмотря на то, что некоторые поколения, живущие в России уже давно, не признают себя частью диаспор, народы все равно стараются продвигать себя. Например, узбеки активнее стали работать с молодежью, поскольку представители этого народа все чаще поступают в наши вузы. Все отмечали, что мы действительно живем единой семьей, очень дружно. Мы любим свой Барнаул, мы участвуем в его развитии. И здесь практически мы уже единая семья и называется она Барнаульцы. И все у нас общее. Неподалеку у старого базара расположилась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, жигули, волги и даже старый газ. Конечно, не обошлось без песен и полевой кухни с блинами. И где у нас там? И что? И что? Само здесь у нас умеет. Основные гуляния были по традиции на площади Сахарова. Здесь организовали концертную программу коллективов города и культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Также здесь прошли спортивные мероприятия по кикбоксингу, тэквондо и гиревому спорту. Но самым грандиозным мероприятием, конечно, стало выступление русских витязей. Пилотажная группа на самолетах Су-30СМ продемонстрировала не только групповой полет, но и одиночные пируэты. Также пилоты с удовольствием раздавали автографы всем желающим барнаульцам. В общей сложности посмотреть на выступление собралось примерно 150 тысяч человек, почти четверть города. А сегодня витязи отправились домой, но перед этим совершили прощальный полет над гостеприимным барнаулом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.